Уважаемые служители Христовы, приветствую вас. Меня зовут Валерий Аликин, я родом из Кемерово. И вот в эти дни сейчас работаю ректором Санкт-Петербургского христианского университета, живу в Петербурге. И я рад вас всех приветствовать. И вот эта возможность поделиться таким словом с вами для меня очень большая радость. Я хотел бы прочитать одно место из послания к евреям, одно из любимых моих посланий. Я даже на него написал комментарий, славянском библейском комментарии. И в 12 главе с 1 по 3 стих мы читаем следующим. И мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. И этот текст вы, наверное, очень хорошо знаете. В нем важная мысль о том, что мы не одни. Перед нами есть примеры мужей веры, как написано в 11 главе, который до нас шли за Господом. И теперь совет обращен к нам, чтобы мы освободились от лишнего веса в нашей жизни, который мешает нам проходить ту дистанцию, которая лежит перед каждым из нас. И здесь совет очень важный, на который я хотел обратить наше внимание, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест. И вот здесь я хотел обратить наше внимание на вот этот вот аспект, как здесь в переводе говорят вместо предлежащей ему радости. И вот когда я посмотрел греческий текст, я обнаружил, что оказывается не вместо, да, вот это греческое слово, предлог, а можно его также перевести как ради предлежащей ему радости. И вот вопрос ко всем нам, каковы твои мотивы, да, каковы мои мотивы ради, то есть почему я что-то делаю. Вот если смотреть, что Иисус вместо радости пошел на крест, то это когда тебя ждет что-то одно, а ты вместо этого делаешь другое. Но и совершенно другое понимание, когда ты ради предлежавшей радости, предстоящей радости идешь на что-то. Так вот, я желаю, чтобы у нас, чтобы мы, каждый, брал пример с Иисуса Христа, который ради того, чтобы спасти нас, пошел на какие-то трудности, да, пошел на крест, чтобы мы имели спасение. И вот какое отношение к служению, к работе, к делу мы имеем ради чего-то, ради того, чтобы был замечательный результат, чтобы были какие-то блага и продвижения других, мы готовы прилагать усилия, мы готовы что-то делать ради того, что ждет нас. И это особая мотивация в жизни получается, да, у нас, когда мы знаем, ради чего все это. Поэтому знай, ради чего ты трудишься, это будет вдохновлять тебя к еще большим победам в жизни. Будь благословен. Аминь. Будь благословен. Аминь.